всем приветики я хотел бы вам показать сколько у меня получилось заработать в доксах если кто не знает он докс это такое же мини приложение в телеграме как и хамстер комбат а хамстер комбате и думаю знают все это такая нашумевшая этапалка которая обещала всем раздать денег но до сих пор так и не раздала а докс после своего запуска проработал наверно всего месяц где-то и после этого раздала всем деньги и у меня получилось работать вот 70 долларов на доксах что нужно было делать просто один раз зайти выполнить приложение задание типа подписаться на группу докса там привязать кошелек и все такое а дальше просто каждый день входить и те заход давали очки не очки а ну как бы монетки и все то есть ты буквально 15 секунд вошел получил монетки вышел все я играл неполный месяц и заработал 29 тысяч монет а люди которые играли полный месяц но вернее может быть не за может быть даже не месяц может полтора заработали около 50 тысяч монет вот и соответственно если у меня 70 ну как 70 это как раз таки 50 тысяч это и 70 долларов потому что я выводил на биржу binance вот у меня было 29 тысяч монет и выводя на биржу binance у них была акция что если ты выводишь и попадаешь в число первых пяти 500 тысяч и бывших именно к ним тебе дают 20 тысяч сверху и мне дали вот 49 то есть я запрашивал 29 а мне дали плюс 20 49 то есть как и и уже лагает приложение час как и обещали далее на 20 тысяч больше и получился 50 а 50 это и 70 долларов если бы я на формил 70 вернее 50 и не дали бы сверху 20 это было бы и 70 и у меня было бы уже здесь не 70 долларов а думаю 90 или 100 так что вот так вот легко и просто можно было получить в игре ну 100 долларов а те кто ждал хомячка и до сих пор ждут но есть такие приложения которые вот как dogs которые раздали сразу и это очень круто получается ты без вложений без ничего просто сразу получил деньги кто-то их продал то есть не успел получить сразу продал но я не продал я жду потому что докс еще ну как бы не дошли до той отметки сколько они могут стоить потому что сейчас доксы просто можно продать и с ними особо ничего нельзя сделать но скоро как обещали доксы в телеграме появится стикеры которые можно будет купить за докса и соответственно у доксов появится применение их можно будет тратить на стикеры и люди начнут ну покупать эти стикеры тратя на них докса соответственно докса будет покупать и цена их будет расти вот соответственно я жду зачем их продавать сейчас если потом выйдут стикеры их цена взлетит вот они обещали помимо стикеров еще nft ввести а так как в телеграме очень много человек весь мир пользуется телеграма то соответственно я думаю много будет желающих купить ну как бы стикеры вот если у них будет оплата за докса то соответственно докса начнут выкупать и цена полетит вот так что я жду а выводил и на биржу они на кошелек и это кстати намного лучше чем на кошелек потому что я вот указывал кошелек но в итоге вывел на биржу потому что вывод на биржу он без комиссии просто приходят деньги а выводя на кошелек ты должен заплатить комиссию то есть за то что тебе придут деньги на кошелек ты должен заплатить деньги который берет ну сама сеть в качестве комиссии за период в кошельке по моему их нельзя продать их можно там хранить просто а чтобы продать тебе все равно их нужно будет перевести на биржу а это еще один перевод еще одна комиссия так зачем два раза платить комиссию за получение и за и за и за отправку если ты можешь сразу отправить на биржу а на бирже намного удобнее потому что здесь ты можешь обменять на другие валюты и продать и вывести на карту и дать в кредит я вот как бы вывел на биржу и так как я не собираюсь продавать их они у меня просто лежат я отдал их в кредит и у меня идут проценты вот получается вот если нажать подробнее мы видим что мне уже накапали процент и в виде трех доксов это мало но все равно это лучше чем они просто лежат потому что я буду ждать пока они вырастут а зачем чтобы они ждали просто если они могут ждать потихонечку увеличиваясь мне уже плюс 3 сделалось за день то есть каждый день вот по 3 то есть 10 дней 30 100 дней 300 и ну нормально как бы все равно они просто лежат я как бы жду жду ростом дешеветь они точно не должны они должны только расти вот так что хотя у меня не было ни биржи ни кошелька я раньше вообще никак не был связан с криптовалютами но вот именно hamster combat заставил установить кошелек танкипер и привязать его ну к хамстеру комбату дальше я так подумал что если есть hamster combat наверняка есть и другие вот нашел еще вот кучу всяких приложений и вот одно из них уже успела залиститься это ну как бы самый быстрый листинг было в доксах в течение месяца или полтора и когда вот они собирались листиться я задумался о том что ну там как бы говорили что можно и на бирже будет в итоге пришлось зарегистрироваться на бирже на бирже чтобы все это было доступно нужно подтвердить свою личность пришлось на права подтвердить на паспорт я не хочу потому что но паспорт можно если вдруг взломает биржу и паспорт утечет в сеть то на него можно и кредит взять на права ну на права ты же ничего не ссылаешь на права ты как раз таки и можешь подтвердить личность и доказать гаишнику что ты можешь водить машину del по идее с правами даже например они утекут в сеть ничего страшного не будет. Хотя, по идее, они не должны утечь. Но если вдруг случится, если вдруг взломают, то как бы ничего страшного. Ну а дальше вот в бирже уже пытался понять, где здесь что, как, чего. Ну и в итоге вот разобрался. Что вот он мой кошелек, вот они, мои активы. Здесь мне какой-то подарочек дала биржа, 0,03 цента. Вот. Тон я купил, получается у меня были доксы. Вот если посмотреть на телефоне, на бирже я пока на компьютере не понял, как смотреть. А на телефоне вот. Мне пришло 49, и я за 4200 сделал обмен на тон. То есть 4200 доксов обменял на 1 тон. Потому что он подешевел. Он стоил 5 долларов 27 центов. Я, ну, сделал обмен за 4200, а потом доксы продорожали. Они были 0. Они были 0. 0. 0.12, а стало 0. 0.14. И сейчас, если бы я брал даже по такой цене, когда уже 5.47, а не 5.27, но при том, что доксы подорожали, мне бы это обошлось не в 4200, а где-то в 3600, 3700. То есть было бы намного дешевле. Короче, все это нужно учитывать. Я что-то об этом не подумал. Я не ожидал, что докс сразу так вырастет. Я думал, раз то он упал, все, надо быстренько менять. А тут и докс вырос. И я, получается, немножко потерял доксиков. Мог бы за 3, а я за 4. Но все равно, как бы это ничего страшного. Все равно это все на халяву досталось. Вот. Так что, короче, вот такие мои шаги. Пока что на бирже. И в этом всем. Ну а вам, тем, кто не успел получить доксы, могу что посоветовать. В Телеграме еще есть такие приложения, как Блюм. Это все те приложения, в которых я участвую. Но из них я уверен только в трех. Ну, в доксах был уверен, они уже раздали. В Блюме уверен, они тоже раздадут. И в Лос-Докс уверен. Почему я в них уверен? Потому что Докс и Блюм рекламили друг друга. Это как бы, я так понял, хорошие такие друзья, партнеры. Вот. И по идее, в принципе, там и схожий интерфейс. Что в доксах ты зарабатывал монетки, и потом сколько заработал, столько и вывел. Что в Блюме тоже ты зарабатываешь монетки, а потом сколько заработал, столько и выведешь. В то время как в Хаммастер Комбот ты зарабатываешь монетки, но ты их тратишь на прокачку своего оконавируса. Аккаунта как бы. А сколько ты получишь, вообще непонятно. А здесь все открыто. Вот. Ты заработал 21 тысячу, ты и выведешь 21 тысячу. Вот. Также приложение Лос-Докс. Это от надкоинов. То есть, если зайти в надкоин, там в играх есть лос-Докс. А надкоин уже залистились, уже раздали всем свою монету. И сейчас у них идет игра, в которой они тоже раздают две монеты. Как раз таки вот надкоин и новую монету ВУФ. Так что, Блюм и Лос-Докс точно раздадут. А вот остальные Хаммстер уже полгода обещает. И все эти, тоже как бы я в них не уверен. Но я участвую, ну, мало ли вдруг повезет. Как бы, деньги лишними не будут. Как здесь вот на халяву 70 долларов пришли, это вообще классненько. Так что, ждем остальных. Так что, у меня такие вот успехи во во всем этом криптомире. Как бы, да, Хаммстер всех привел во все эти игры. С Хаммстера все началось. Вот. Он как бы опопулярил все эти телеграмовские приложения. Хотя они уже давно существуют, но только стали популярны сейчас благодаря Хаммстеру. Ну и, соответственно, Хаммстер всех познакомил с криптой. А биржа, это уже как следствие, что ДДОКСы раздавали и можно было вывести на биржу. И все говорили, что да, лучше на биржу. И пришлось с биржей разбираться. Ну и вот, в принципе, я как бы такие какие-то базовые, в базовом уже разобрался, как, что здесь. Что вот хотя бы даже выдаю свои, свои, то, что у меня хранится в кошельке под проценты, тоже хорошо. Или они просто лежат, или тебе еще за это деньги платят. Короче, там, такие вот у меня дела. Сейчас, когда будет раздавать Блю, тоже покажу, сколько у меня получилось заработать. И покажу, что в итоге с ДДОКСами стало. Ну, выросли они или не выросли, но они должны вырасти, с учетом стикеров. Вот. Так что такой вот у меня профит, можно сказать. Ну, а на этом все. Всем покедова! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok